Добрый день! С вами Ирина Погнюк и канал Исадьба Могири. Сегодня у нас лимон. Долгожданный многими. Почему я его не снимала? Потому что он растет бурно, буйно. Пробуждает неплохо. Но в силу того, что зимует он у меня в теплице, он, получается, какую-то часть листвы теряет. И потом его довольно сложно сразу обрезать. Это риск, потому что обрезать его надо сильно. Нам надо пробуждение вот здесь где-то что-то. Я не хочу его большим. Он сейчас больше того размера, который я хочу ему максимум дать. Мне хочется его поменьше быть. Чтобы он вот так хотя бы максимум. Вот так. Он сейчас больше. И надо обрезать довольно сильно. Я долго с ним смотрела, думала. То есть как бы хочется, чтобы он после зимы слегка восстановился. Что-то начал растить. Чтобы его кардинальную обрезку ему не навредить. Поэтому я его довольно долго не снимала и не обрезала. Ничего не обрезала между вот этими, между съемками. Но он решил растить лимоны. Вот лимон у нас. Вот лимон у нас вот тут. Вот тут еще один лимон наверху. Не видно будет за листиком. В общем, как минимум три лимона у нас тут уже. Естественно, это будет срезано по той причине, что он не справится. Вот. Не справится. И будем их срезать, чтобы его нарастить. Ему все. Новую листву. Хорошую. Он сейчас пошел в рост. Я его смогла наконец вынести на улицу. У нас какая-то неустойчивая весна. Вот он пошел в рост. Ой, сломался. Ну ладно, это все равно бы срезалось. Вот новенькие пошли расти. Сейчас у нас дожди. Поэтому он весь мокрый. Вот эта вот трава, ее не уберешь. Он мокрый, мокрый, мокрый. Вчера был дождь, даже до сих пор осталось. Пересадка будет позже. То есть можно обрезать и пересадить. Но в данном случае, если я его обрежу довольно сильно, и обрезка сильная, надо пробуждать. А если я влезу в это время в корни, это будет не очень хорошо. Так как в корни надо будет именно тоже что-то посмотреть. Обрезать, проредить. Поэтому не хочется в данном конкретном случае именно с этим растением, с его состоянием совмещать эти две процедуры. А так в принципе да, можно. И это хорошо, если мы обрезаем и пересаживаем сразу. Значит, сейчас будем уходить постепенно. Что нам тут не надо. Я специально к вам спинка его повернула. Нам не нужны ветви, которые сильно идут вверх. Так как я хочу его сделать компактным. Поэтому вот это сильно вверх идущее убирается или совсем. Или в данном случае я ее не буду убирать совсем. А вот так. По той причине, что ниже моих клещей маленькая-маленькая почечка. Поэтому я ее оставлю. Тут листьев на этой ветве почти нет. Поэтому это временно будет вот таким образом. Вот здесь у нас даже часть ветви высохла. Сухое обрежем. А, даже вот так обрежем. Секунду. Там есть маленькая почечка пробуждается. На этой ветве у нас остается только вот два листа. И все. Тоже пока оставим как поддержание. Идем сюда. Здесь вот это вот. Вот так уберем. Пенечек. Здесь внизу уберем вот так, чтобы у нас ветвилось. Они все живые. Поэтому тут все сейчас пойдет. Ну, просто он стоял в теплице. Было там... Ну, ему уже было надо на свежий воздух. А не могла это ему позволить в силу погоды. Следующая ветвь у нас. Вот эту. Ее надо будет убирать совсем. Но, опять же, хочется оставить какую-то зелень. Чтоб ему было проще. Поэтому вот так убираем. И эту веточку вот так сокращаем. Два листика уберем. Два оставим. Вот эту часть убираем полностью. Так, тут вам вот так будет лучше видно. Убираем. Не хочу, чтобы наверх шло. А эту тоже будет сокращаться сильно. Но, опять же, какую-то листву нам надо сохранить. Вот. Сейчас у нас пойдет тут обрастать. Здесь. Что-то суховатое вот тут выглядит. Вот тут малюсенькое видно. Маленькая-маленькая почечка. Но, чтоб дереву совсем было не очень плохо. Мы оставляем какую-то листву. А потом это будет вот так опять сокращаться. Где-то сюда. Просто у нас останется старая древесина. На которой не так легко все выращивается. Так. Вот здесь. Значит. Вот вы видите спинку. На этой ветви у нас вершина. Вершина у нас вот эта маленькая. Вот она маленькая. Вот она. Вот она. И поэтому ветвь за ней вот эта не нужна. Она спорит с вершиной. Нам это не надо. Мы ее убираем. Так. Вершину пока оставляем. Не трогаем. Дальше. Вот спорит с вершиной вот эта ветвь. Тоже убираем. Не хочу, чтобы он рос у нас сильно-сильно вверх. Так. И здесь пока вот так. Пока вот так. По той причине, что хочется его, опять же, компактнее. Но не нужно. Не нужно вот совсем-совсем все убирать. Так. И дальше. Вот тут очень сильная эта часть. Мы ее убираем сто процентов. Так. Будет вам лучше видно. А эта какая-то полусухая. Берем. Эти оставим для зеленой массы. Хотя бы по паре листиков. Но дальше будет, опять же, пробуждение здесь. Очень хочется вот тут вот что-то пробуждения. И сюда какие-то веточки. Так. Ну и, собственно, вершина наша. У нее мы... Вот. Вот он самый упал, лимончик. Да. У нее мы что сделаем? У нее вот эта ветвь идет сюда. Не очень хорошо. Вот эту будем как вершину использовать. Вот так. Вот. Вот такая вот у него обрезка. Вот. Он сейчас пробудит что-либо. Везде. Подрастет это все. Каких-нибудь сантиметров 10-12. Новые побеги, которые пробудят сапочки. Вырастут новые побеги. Дорастут 10-12 сантиметров. Тогда проведем еще обрезку. И вот тогда можно будет пересаживать. Если получится, я сделаю пересадку в видео. Потому что тут что-то у нас там. Посмотреть корни, показать вам. Ложку, если получится, оставим эту. У меня их две. Одна из них треснутая. Вот я смотрю, эта или другая. Наверное, другая все-таки. Раз это целая, значит, мы в нее тогда его и посадим опять. В принципе, лимону неплохо глянцевая такая плошечка. В общем, вот таким образом. А так, конечно, у нас спорная ситуация вот здесь. Вот эти две ветви. Это не очень... Да, мы ее, кстати, не обрезали. Тоже парочку оставим. Остальное уберем. И надо от этого уходить. Если удастся вот здесь пробудить что-либо и тогда вот так обрезать. Или хотя бы вот так. Хотелось бы вот так прямо, чтобы она шла в горизонт. То это имеет право остаться. Если нет, нам придется как-то или ее куда-то тоже ветвить. Вот эту уберем, например. А эта разветвится. Эту хочется тоже потом убрать, потому что идет вверх. В общем, вот такая как бы кардинальная... Она формировочная обрезка. Но мы так вот будем ждать. Будем ждать, что пробудится. И тогда уже дальше с ними смотреть. И дальше растить. Вот эта ветвь нижняя. Мне нравится, как она растет. Она хоть и очень низко. Но мне она нравится. И эти ее, думаю, даже все три ветви... Ну, может, вот эту уберу потом со временем. Сейчас оставим. Зелень нам нужна. А вот эти вот... Вот это и это. Если они хорошо дадут побеги, то мне нравятся. Пускай будут. Это просто со стволом спорит. И не очень красиво. Или ее ниже. Ниже ее не перевести. У нее тут лист наверх. В общем, пусть пока. Пока пусть будет, как зеленые листва. Потом уберу. А вот эти вот буду оставлять, чтобы росли. А так очень даже она необычна. Но, в принципе, лимон довольно не классической формы. Из него ничего классического не сделаешь. Он стремится наверх. Ветви сильные, толстенькие. Стремятся вот так вот. Факелом таким расти вверх. Хочется его чуть-чуть по возможности развести в стороны. И сформировать небольшую крону. Но вот эти ветви основания мне, в принципе, нравятся. Вершина эта нравится. Потом это уйдет. У нас будет хорошее, пологое. Тут вот закругление. Все. На данный момент с ним все. Отправиться сейчас обратно на уль. Да, кстати, он стал гораздо меньше. И сможет стоять на более выигрышном месте, где будет солнышко побольше. Так что это тоже хорошо и важно. И пускай обрастает потихоньку. Потом все покажем. Все. Подписывайтесь на канал. Увидите продолжение. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok